Спонсор данного выпуска детский интернет-магазин кроваток машинок Слипкар. Ссылочка в описании. Всем салют! Друзья, это новый необычный выпуск. Почему необычный? Потому что он не в тематике travel, он про автомобили. Да, я люблю тачки и у меня есть машина. И недавно мы поменяли нашу любимую Volvo, на которой мы очень долго путешествовали и очень много путешествовали, на Mercedes-AMEL. И сегодня выпуск про Mercedes-AMEL. Я вам покажу его, расскажу с точки зрения владельца Volvo и теперь уже владельца Mercedes-AMEL. Я хочу сравнить две машины и вам показать об этом и рассказать. В общем, садитесь поудобнее, заваривайте чай, кофе, пристегивайтесь и погнали! Друзья, не так давно мы ее приобрели и этот выпуск больше такой, знаете, он познавательный, сравнительный. И я просто хочу донести до каждого, кто владеет машиной с пробегом, вот именно так машина должна передаваться новому владельцу. Сейчас я покажу вам, про что я говорю, чтобы вы понимали. Смотрите. Итак, друзья, у этой машины один владелец в России. Для меня это очень важный критерий при покупке машины, максимум два. Больше, если у машины владельцев я тачку даже не рассматриваю, ну это нафиг не надо. Скорее всего там все переделано, перезамотано, черт разберешь. Но когда вы владеете машиной, не важно какой вы владелец, ребята, тачку должны вы передать в таком состоянии. Я вам покажу. Смотрите. Вот это вот, вот это вот, это жизнь ее с 11-го года в России, друзья. Представляете? Человек настолько был замороченный. Это вот видите, я уже написал. Вот, купил колпачки на машину. В общем, здесь два ключа. И вот, начиная с 2000, сейчас я найду. Смотрите. Вот, первая работа сделанная. Второе, 10-е, 11-го года. Втулка стабилизатора. Представляете? Вот. Вот так вот. И так абсолютно каждый чек он фиксировал. И я так понял, что он еще где-то заезжал, где-то заезжал, и ему не давали чеки. Ну, такое бывает, да, если вы там в какой-то непонятный сервис заезжаете. Тем более, это возможно было там еще каких-то 4 года назад. Не так это было строго. И он писал вот так вот все от руки. То есть, видите, вся максимальная история у этого автомобиля есть. И это настолько кайфово. Вы представляете, я купил, я звоню в тот сервис и говорю, Так и так, вот машина у вас обслуживалась. Да-да-да, знаем. А что, продал? Да, продал. Окей. А я купил. И хочу у вас обслуживаться. И они действительно мне сказали, что вот тогда-то он заезжал, тогда-то проходил ТОшку. То есть, сейчас при покупке ТО проходить не надо, не надо менять там масла. Вот с этим заморачиваться не нужно. Потому что все и так пройдено. Прикиньте, как круто. У меня не только есть все-все-все ТО, все заказ-наряды в России. Он еще сохранил с Америки. Пам покажу. Здесь очень большой плюс, что здесь есть электропривод багажника, про который я так мечтал о нем вообще. Вот он, багажник. Вот так это выглядит, друзья. Здесь единственное, что нет блокировки. То есть, когда вы нажимаете на кнопку, закрывается полностью машина. Он просто приводной. Вот так здесь выглядит все под крышкой. Это было, ключи были. Это все уже я дополнительно положил. Вот смотрите, вот такая сумка была здесь. Всякие-всякие-всякие книжки. И вот она, американская ТОха. Вот, видите? От тысячи до трех тысяч миль ничего не проходил. Прошел вот на десяти тысяч. Видно, какое масло заливал. Прошел на тридцати тысячах. И в сорок тысяч миль она уже попала в Россию к новому владельцу. Вот так вот, друзья. Ну, а коль мы сейчас с вами находимся в багажнике, давайте осматриваться. Я буду вам все согласно в сравнении с Вольвой говорить. Ну, во-первых, да, вот как открывается ящик. На Вольве это было 90 градусов. Два отсека, 90 градусов и фиксация. Здесь сделали они вот такой вот шнурочек. Прицепил, поковырялся. Все, что нужно сделать, сделал. По-моему, еще оригинальная докатка стоит. Вот так это выглядит. Соответственно, вот так вот выбирается и захлапывается. Посмотрите, в каком идеальнейшем состоянии здесь багажник. В нем картошку не возили. Сразу видно. Видите, как это все выглядит. Оригинальный коврик. Это уже моя щеточка. Далее, что мне здесь прям очень понравилось. Смотрите, как все открывается. Ящичек. Здесь аптечка. Здесь стоит сабвуфер. Харман, кордон. Я уже наколхозил здесь салфеточки. И оригинальная аптечка Mercedes-Benz. Вот так вот, ребята. Вот в таком состоянии машина должна передаваться к новому владельцу. Ну, вот это, конечно, очень удобно, что вот эти штучки. Единственное, здесь не было, как она правильно называется, не помню, специальная полка, которая затягивается. Но я, в принципе, не особо люблю всю эту историю. Итак, такие хромированные накладки. Все, в принципе, хорошо. На ней установлен двойной выхлоп. И он уже устанавливал где-то год назад фаркоп. Вот видите. Тоже чеки все имеются. Так. По кузову, ну, идеальное состояние. Тоже его там проверяли. Все здесь хорошо. По салону. Ну, салон вообще идеален. Я не знаю. Он как будто здесь вообще не ездил. Хотя пробег у него достаточно большой. Состояние кожи, оно просто охренительное. Здесь есть электропривод сидений. Регулируются подголовники. Вольве подголовники не регулировались. Вот смотрите. Видите, поехало вверх. И поехало вниз. Давайте сразу для задних пассажиров состояние. Сразу, да, смотрите. Идеальнейшее. Стоит коврик М-класс, оригинальный. Есть для задних пассажиров телевизор. И давайте попробую я сесть сюда. У меня рост небольшой. Так. Вот так вот поставлю. 174. Метр 74. Вот так вот подголовничек. Вот. Посмотрите, сколько здесь места, да, у меня еще остается. До ног. Точнее, расстояние от ног до сидений. Ну, кайф. Здесь есть телевизор. Пультиком управляется. Каждый себе регулирует звук, как хочет. Наушники здесь, наушники здесь. А здесь непосредственно стоит в ногах сама магнитола. Ну, немножко вытянутые кармашки. Но это все на самом деле вообще мелочь. Вот. Вот так вот. Качество вот такое. Видите, здесь они еще деревянные вставки не полопанные. Для каждого пассажира есть свет, который вот так вот выключается, включается. Вот, друзья, это что касается задних пассажиров. Сидушки здесь складываются. Смотрите, вот такого формата здесь. Вот так вот убирается. Видите, как здесь все чистенько. И ложится сидушка. Хлопс. И получается, что здесь ровный пол. Я пробовал ложился. Я помещаюсь нормально. Опять-таки, сравнивая с Вольво, конечно, с Вольво Си-90. Места здесь меньше. Для лежания меньше. Но для задних пассажиров относительно вот этого вот расстояния, здесь, конечно, по-моему, даже побольше. Ладно, пойдемте разглядывать водительское место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что мы тут имеем, друзья? Руль классный. Мне нравится. Он имеет электропривод. Здесь, значит, все, получается, щетки, дворники передние, дворники задние, ближний и дальний свет. Что здесь еще? Омывайки фар. Все на одной вот этой штуковине. Да, то есть, если мы привыкли везде справа нажимать, то здесь у нас стоит коробка передач. Поначалу я, конечно, тупил жестко. Это круиз-контроль. По фарам есть габариты. Авто я езжу в автоматическом режиме. Очень классно. Здесь фары, короче, адаптированы. То есть, вы заезжаете, например, во двор, и у вас препятствия слева-справа, подключаются туманки. Сдаете заднюю передачу, у вас шикстон приглушается. Ну, опция кайфовая. Относительно Вольве. В Вольве такого не было. Далее. Регулировка, да, на руле здесь всякие менюшки. Туда-сюда. Что здесь? Магнитола. Так, давайте попробуем мы с вами все это дело завести. Вот такой вот ключ. Нас приветствует Mercedes-Benz. Спищит, потому что я сел, не пристегнулся. Часы, приборка. Приборка стоит русифицированная до 160, но этого и хватает. Расход 18,9, не обращайте внимания. Много работает на холостых. Так, вчера в Инстаграме я проехал 410 километров и как раз и засекал, сколько она ест. И в итоге расход у нее по трассе в смешанном режиме, учитывая, что на бетонке стоял в пробках, он сократился до 9,4 падал. То есть я думаю, что если ехать по трассе, по М4, например, по платнику, держать скорость 130-150, то расход упадет, наверное, до 8. Проверим позже. Так, по менюшке, да, здесь, в общем, есть аудио-навигационная система. Здесь есть вот такая история, смотрите. Отодвигается, здесь получается DVD-диск вставляете с навигационной системы, CD-аудио. Так, как ее закрыть? Вот так вот. Телефон включить-выключить. Сейчас я дверь закрою. Далее, смотрите, в бардачке. В бардачке есть еще одна магнитола. Я вам покажу. Вот так она вытаскивается. Шикс. Видите? Два диска вставлены у меня. Это, чтобы смотреть вот здесь, DVD. Далее. Ну, достаточно такой просторный бардачок. Нормальный. Дельный. Здесь подлокотники. Не понимаю, что это за штука, но, видимо, телефон, как работать с этим телефоном, я не знаю. Достаточно глубокий. Вот. У задних пассажиров здесь в подлокотнике два стакана. Вот опять-таки, да, сравнивая с Volvo, в Volvo не было. Вообще вот этой истории не было. Может быть, такая комплектация. Люк. Соответственно, управление люком. Все работает. Все, закрываем. И еще раз. Все. Итак, ребята, что мне еще нравится очень в этой машине? Смотрите. Когда светит солнце, да, мы, как правило, ездим вот так, да. Но бывает такое, что мы едем прямо по трассе, и солнце светит вбок. Значит, соответственно, все водители вот так вот делают, да. Но тут происходит поворот, и нам резко светит солнце в лицо и ослепляет. Так вот они как продумали. Смотрите, они сделали дополнительный козырек, чтобы у вас не было такой ситуации, которая вас ослепит. Прикиньте, как круто. Это есть и у меня, и у пассажира. Ну и, соответственно, зеркальце с фонариками. Но это было все в Вольве. Здесь ручник стоит, как на Вольве, то есть он ножной. Затянули. Растянули. Все. Здесь, в принципе, ничего особенного. Блокировка. Управление климат-контролем. Тачка американская, поэтому здесь, видите, все в этих фаренгейтах. Также и приборка была тоже американская, поэтому он ее русифицировал, как только ее с Америки пригнал. Подогревы в трех режимах. В Вольве было в двух режимах. Единственный минус салона этой машины, стопроцентный, это то, что здесь вообще некуда положить телефон. Вот я постелил себе такой коврик, а в целом его тут вот просто некуда, понимаете? Это если только что-то присобачивать такое. А так вот нету-нету никуда. Ну и, друзья, что я могу сказать? По салону вы поняли? Вот так вот это все выглядит. А теперь давайте с вами пойдемте посмотрим капот. Капот. Точнее, что у нас под капотом. Вот такая вот здесь ручка красненькая. Кайфовая. Как же мне нравится вот этот большой логотип Мерседеса. Ну и здесь, ребята, все вылизано. Я слежу, чтобы здесь так же все было. В принципе, во всех машинах у меня всегда было вылизано. Это дизель 3.2 маркировка, V6. Вот. Ну, что здесь показывать? Я говорю, я не автоблогер, да? В принципе, сами можете почитать. Но вот так вот должно, в принципе, выглядеть. У вас в машине всегда чисто, аккуратно, кайфово. Новые радиаторы. Все он менял. За машиной очень-очень хорошо следил. Вот. Стоит оптика шикарная вообще. Работает четко, хорошо. Так, пес, будешь участвовать? Нет? Ну тогда до свидания. Пока. Вот так вот, ребята, она выглядит по внешнему виду. Ну, я думаю, вы поняли, да? Увидели. Она тоже в очень-очень хорошем состоянии. Комплектация. Вот этот F-Matic, полный привод. Вот она, наша красавица. Что касается Volvo XC90, она точно проигрывает Mercedes. По безопасности не знаю. Дай бог проверять, никогда это не придется. По шумоизоляции MERS превзошел. По электронным каким-то фаршировкам MERS выигрывает. По комфорту на дальние расстояния. Ну вот вчера проехала 400 с копейками, и пердак немножко заболел. Вольве не помню, чтоб такое было. Ну не знаю, может быть я сидушку как-то неправильно настроил. Хрен его знает. Посмотрим. Подальше поеду, будет уже точно понятно. Что вам еще про нее рассказать? Что касается Volvo, вы можете посмотреть в плейлисте автомобилей. Вот тут ссылочку я оставлю. Также на выпуске будет в описании. Ссылочки прямые, да, посмотрите. Я снимал, значит, выпуски год. Снимал два. И как мы ее продавали, и соответственно покупали этот MERS. Подписывайтесь на канал, будет жизнь этого Мерседеса тоже на нашем канале. Я буду вам постоянно показывать, рассказывать, что я делаю, как загоняю. Ну вообще, в принципе, я планирую все копить, копить, копить. И уже непосредственно спустя год снять обзор, спустя два снять обзор. Но подпишитесь на Инстаграм, потому что в Инстаграме все быстро, прямо, в онлайн-режиме, как говорится. Ну что, ребята, спасибо, что посмотрели выпуск до конца. Я не автоблогер, не судите строго, просто, как говорится, поделиться с вами своими эмоциями, своим мнением, сравнении. Едет он хорошо, динамика разгона у него кайфовая. Сейчас давайте я вам покажу, как он разгоняется. Вообще здесь коробка, да, получается, это 7G-троник, или как она правильно называется, поправьте в комментариях. Не любит она подрыва с места, ну, как я читал, вот. Ну, в целом, с места, ну, вот давайте вот отсюда, да, на старт, внимание, марш! Вот, подхват произошел, вообще мощный прям. И вот мы едем-едем, 80, ну все, друзья, там дорога заканчивается, гнать не буду. А вообще динамика разгона у нее, конечно, кайфовая. Где-то вот едешь сотку. Сотки до 160 я отложил ее. Это, конечно, было великолепно. Сейчас попробуем разогнаться. Так, ну вот, смотрите, да, вот, допустим, мы с вами едем 80, да, и резко надо набирать скорость. Вот она пошла. Смотрите, как быстро она набирает. 120, ну все, дальше я не буду, видите, дороги здесь у нас не позволяют. Но в целом, в целом, едет очень и очень бодро. В общем, друзья, кому интересно следить за нами, как Мерседес себе будет вести в путешествиях, об этом тоже многие писали. О, на Мерседесе, да, на далекие расстояния, да, ну как вы поедете, да как-то после Вольво. В общем, подписывайтесь, будете смотреть. Ну и, соответственно, кому интересно просто жизнь Мерседеса в нашей семье, как и что с ним будет происходить, тоже подписывайтесь. Будем общаться, дружить. Дай бог, как говорится, где-то будем пересекаться, видеться. Ну а нас, как говорится, добро пожаловать в Мерседес Клаб. Все, друзья, пока. Субтитры сделал DimaTorzok